добрый день я хотела бы поделиться своим опытом своей историей которая возможно поможет и другим людям в их сложных ситуациях и мне хочется рассказать как началось изменение моей жизни я ощущала всегда долго больше десяти лет я жила с обидой на бывшего мужа я развилась у меня осталось двое детей и целая куча обид претензий всевозможных негативных эмоций злости ненависти гнева агрессии которые не мешали жить очень сильно и я представляла как что я здесь если я встречу этого человека чтобы я с ним сделала после всего после всей семейной жизни после его поступков после унижения после такого количества обид и такого отношения ко мне и я представляла что я его готова убить прибить растоптать плюнуть в лицо и еще много всевозможного много всяких эмоций и когда я но я понимала то есть внутренне я ощущал что этот весь негатив это он разрушает мою жизнь в первую очередь и влияет именно на меня не на него он живет себе дальше и нормально живет то есть я понимала что я чувствую в себе вот это все внутреннее разрушение потому что я собственной энергии пусть это отрицательные эмоции но я подпитывала подпитывала его подпитывала все то что негативно действует негатив который был я подпитывала и мысленно и и мысленно тоже это делала и я понимала что именно мое такое отношение пройденный этап он влияет также и на мое отношение ко всем мужчинам и я видела что дальнейшие мои отношения тоже не складывались и во многом именно из-за того что я прошлое отношения проецировала на настоящий и был очень большой страх повторение того негативного опыта помимо того что многих мужчин принципе не подпускала свою жизнь из-за того что боялась повторение даже если складывались отношения и какие-то слова или поступки повторялись ну не повторялись а были похожи на те ситуации буквально одно слово могло быть похоже меня вот так так как по щелчку срабатывала сразу красная тряпка я понимал что я сразу становлюсь нервной раздраженной агрессивной как ежик причем мужчина могут не понимать что я такого сказал то есть я понимала что это разрушает первую очередь меня и пришла к такой точке накала наверно когда я поняла что если я не применяю сейчас что-то в своей жизни то так и будет дальше разрушаться моя жизнь настоящая так как мне хотелось полноценных отношений здоровых мужчину здоровые семейные взаимоотношения я понимала что в первую очередь надо начинать менять себя потому что моя позиция жертвы что виноват во всем бывший муж я лишь жертва и меня обижали я была унижена я была оскорблена и так далее она не помогала мне жить и я почувствовала что что-то надо менять и на моё счастье на мою безмерную радость моей жизни появился очень мудрый человек ярослав мудр воронцов screen my life и с с практикой прощения то есть эта практика прощения которую я проходила под руководством этого тренера замечательного человека я ощущала сразу что меняется моя жизнь то есть я пришла к пониманию что обязательно жизнь надо менять бесспорно и понимала что лишь правильная практика прощения мне может в этом помочь так как я многие до этого практики проходила но как я считаю малоэффективные я ну скептически была настроена но в сравнении с этой практикой практикой ярослава мудра воронцова я заметила изменение сразу потому что это очень глубокая практика она требует невероятно большого большого большая дачи потому что как бы именно эта практика она до самой глубины самой глубины то есть принцип такой что ты начинаешь начинаешь из самых глубин то что обиды доставать которые уже забылись уже казалось ты ты о них не помнишь и они никак не имеют никакой веса то есть ты в принципе забыл что они есть глубоко но ты понимаешь ты начинаешь ковырять доставать это проживать прожигать эти эмоции которые не были выплеснуты не находили выход в тот момент когда это все произошло то есть тот момент когда ты задавливал эти эмоции во внутрь и оно было тяжелым грузом на много-много лет и когда начинаешь с практикой это все поднимать то есть ты сначала выходишь из минусов то есть выплескаешь весь этот негатив который был спрятан но который которому ты не дал выход но очень понимаешь что даже сейчас спустя больше десяти лет ты внутренне ощущаешь как заново то есть это хочешь заново пережить эту ситуацию и поступить именно с выбросом всех эмоций которые ощущал и получается ты заново прожил эту ситуацию ты выходишь из минусов а потом нужно то есть обнулился практика состоит из трех шагов ты выходишь выходишь из минусов обнулился а потом ты должен пойти в плюс то есть уже работа на духовное развитие которая учит не только чистится и прощать прошлые беды но как практика которая поможет тебе в принципе не обижаться это очень важно в нашей жизни потому что мы сколько бы не чистились если мы будем постоянно пачкаться то мы будем постоянно ходить грязными то есть наша задача в этой жизни научиться жить в чистоте и стараться поменьше отрицательных эмоций испытывать и обид и я пришла к выводу что именно эта практика может помочь потому что предыдущие практики они даже не помогали мне полностью выходить из минусов не говоря уже выходить на плюс и духовно развиваться и я понимаю что именно это такое практикование таких навыков мне поможет в дальнейшем не только в семейных отношениях но и с родными с близкими с друзьями с окружением и я понимал и я понимала в тот момент что мне обязательно нужно менять свою жизнь и если это мне это поможет стать мне более счастливой и практика прощения мне очень сильно подошла и понравилась еще тем что идет очень большое расширение знаний а это работает на высоком уровне не на низких чакрах то есть задача наша перейти на более высокий духовный уровень то есть это полное развитие и когда я начала практиковать когда еще только я начала шаг первый делать я поняла что меняется не только мое отношение к бывшему мужу но у меня в настоящем начали меняться отношения с родными то есть с моими родителями и сестрой то есть эта практика она не узкая направленная а когда ты начинаешь осознавать как работает вообще вся схема и что я есть причина всех причин и задаешь вопрос не зачем мне это а для чего мне это и начинаешь по-другому смотреть на жизнь на свои поступки на поступки других людей в прошлом ты начинаешь переосмысливать вообще всю всю жизнь полностью и в том числе свои взаимоотношения с окружением настоящим со своими близкими и мне это очень помогло потому что у меня были натянуты отношения с моими родными у нас не было взаимопонимания последнее время очень сильный такой накал страстей и когда я начала практиковать практиковаться и менять свое внутреннее ощущение я заметил я заметила что вокруг начала меняться вся моя жизнь то есть от моего отношения как я буду воспринимать все ситуации как я буду внутренне чувствовать рассуждать и относиться к другим людям в первую очередь от этого зависит в принципе зависят все взаимоотношения с окружающими потому что я ждала именно что они поменяются они поступят так они не так говорили они не так вели себя и обвиняла других кого угодно только не себя и это дало очень сильный толчок я безмерно благодарна что в моей жизни появился тренер очень благодарю Ярослав Мутропаворонцов и Green Mind Life это для меня очень такой важный этап в моей жизни я считаю ступенька выше на ступеньку выше благодарю что благодарю вселенной творца что появилась у меня такая возможность менять свою жизнь и самосовершенствоваться и я советую очень всем другим людям все таки пересмотреть свое отношение и стремиться меняться стремиться изменить себя свое окружение начиная в первую очередь с себя и кто-то может самостоятельно это сделать кому-то нужен тренер помощник как в моем случае потому что самостоятельно я к этому не приходила то есть это были попытки но не было эффекта и вот именно с Green My Life я почувствовала именно что я иду в нужном направлении и поэтому я считаю что это очень большое достижение и советую желающим обратиться в этот центр Green My Life мы зажигаем звезды живем на яркой стороне и мы помогаем избавиться от обид и приобрести новые знания новые навыки и новую жизнь давайте стремиться быть более счастливыми и прилагать для этого усилия Green My Life с Ярославом Мудрым Воронцом и всех благ вам и успехов и успехов и удачи благодарю намасте эту степень с на Ts Ну